Ну а образцом отношения между пешеходами и водителем может стать помощь автоволонтеров. Доброе такси подвезет бесплатно. Движение набирает обороты в разных городах. Елена Макарова о том, как работает социальный проект в Новосибирске. Такси, который не возьмет денег, но доставит в любую точку области, даже в самую отдаленную, отвезут, если понадобилось к родным, до больницы или аптеки, как сегодня Ларису Анатольевну. У женщины больные ноги, для нее пройти несколько метров это уже испытание. А зимой Лариса Платонова вообще боится выйти на улицу. Автоволонтеры, о которых она недавно узнала, стали спасением. Легче стало, да. Чаще стало зимой посещать общество инвалидов. Вот, летом на природу нас вывозили. Заявки поступают отсюда. Это молодежный центр. Здесь занимаются различными социальными проектами. В день, говорят сотрудники, поступают десятки звонков. Мы моментально предоставить транспорт не можем. За день, за два дня, то есть люди делают заявку. Водитель, который имеет свободное время, имеет возможность, он звонит и говорит, да, я сегодня могу. Подбирая машины, учитывают все. И количество пассажиров, и их физическое состояние. И насколько может потребоваться помощь водителя. Машина у нас просторная. Чистенько всегда. То есть где-то пленит место, где-то под коляску, под костылит. Спасибо. Все, Сережа. Доброе такси. Так Сергей называет эту безвозмездную услугу. Передвигаясь на протезах, он еле поднимается по ступенькам. Еще в детстве Сергею поставили диагноз – ДЦП. А несколько лет назад неизвестные напали на мужчину и избили. Пролежал на холоде более двух суток. В итоге обморозил ноги и пальцы рук. Их пришлось ампутировать. И если бы не автоволонтеры, говорит Сергей, самостоятельно из дома не смог бы выйти никогда. Вот человек просто унывает, плачет, как же он доедет. И вот иногда даже посадка в машину затруднительна. Иногда приходится и на руках. Привозят одни, забирают другие. Есть те, кто готов подвезти, потому что ему просто по пути. А есть те, кто берет заявку в свой выходной день. Сегодня Александр везет Елену и ее детей в больницу. Помощи ждать больше не от кого. Муж умер. В автобус с малышами и коляской сложно. В такси дорого. А автоволонтеры не только довезут до места, но и помогут донести вещи, подождут, присмотрят за детьми и отвезут обратно. Благодарны всем тем, кто наши водят бесплатно. Они понимают, что это помогает коляску донести, вытащить, разобрать. Такая помощь очень востребована, даже несмотря на то, что в регионе уже есть подобные службы. Социальное такси в Новосибирской области существует уже несколько лет. И, конечно, приносит немало пользы людям с ограниченными возможностями. Однако машин на всех не хватает. И количество поездок, к сожалению, ограничено. Поэтому с каждым месяцем заявок у автоволонтеров становится все больше. Сейчас в молодежном центре 30 автоволонтеров. А новые услуги узнают все больше нуждающихся. Поэтому сейчас сотрудники центра пытаются привлечь еще людей, готовых быть полезными. Они говорят, что многие жители хотят делать добрые дела, но просто пока не знают, куда обратиться.